В Национальном музее архитектуры и быта Украины в Пирогово обновили центральный вход. Окончить работы в прошлом году, как планировали изначально, не смогли из-за войны, которую развязала Россия против Украины. Но несмотря на стремление Москвы уничтожить культурное наследие Украины, реконструкцию завершили. И результат работы дизайнеров оценила Валерия Никипелова. Давайте посмотрим. Деревянные колодцы и мельницы церкви и аутентичные украинские хаты в Киеве. Каждая экспозиция Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово – это своего рода портал, который переносит посетителя из современного мира технологий в старинные украинские села Полесье, Северного Причерноморья, Донбасса или Карпат. Путешествие в прошлое теперь начинается с модернизированного входа. Его реконструировали с учетом ландшафтных особенностей музея и пожеланий гостей. Это украинский хай-тек. Это украинский хай-тек. Хай-тек по-украински. Здесь соединили два стиля, и мне это очень нравится. Это был старый, поламанный вход. Это был старый сломанный вход, а теперь он новенький и свеженький. Конечно, гораздо приятнее, потому что твои ощущения относительно музея начинаются именно со входа. По-моему, это очень правильно делать вход таким, чтобы он настраивал, что ты увидишь что-то действительно интересное. Мы с человеком разнорик, а то и двичинарик. Мы с мужем приходим раз в год, а то и два раза в год. Но в прошлом году не удалось прийти, поэтому мы сейчас идем, смотрим. И то есть, и то, и другое построено. И здесь что-то новое, интересное. Очень приятно. Реконструкция центрального входа стала первым этапом реализации масштабной программы «Магниты Украины». Национальный музей архитектуры и быта стал одним из четырех участников проекта, как символ культурной дипломатии и украинской самоидентификации. Я еще не встречала никого, кто пришел бы к нам в музей у него, у кого на первой минуте, у кого на 21-й. Но в сердце не застучало бы. Все начинают чувствовать себя, чувствовать свои корни и вспоминают, кто-то что-то у своей бабушки видел. Работы по восстановлению начались еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. И с тех пор не прекращались, несмотря на отключение электроэнергии из-за обстрела в российской армии столицы. А в январе 23-го на территорию музея упали осколки сбитой российской ракеты. Когда весной мы с Оксаной бродили по музею, она мне показывала кусок упавшей сюда ракеты, она задала естественный вопрос. Мы же должны завершить строительство. Я говорю, что должны. Глядя на этот кусочек ракеты, я позвонил Юрию. Он тяжело вздохнул и сказал. Но это тоже мы должны завершить. Я очень благодарен, что вы были последовательны и мы закончили это строительство. Особенно на фоне этой войны мы должны сделать из этого музея образец. Компания приложит все усилия, чтобы сделать из музея гордость Украины и гордость украинства. Дайте нам немного времени. Это не будет через год, но через пять лет это будет гордость. Новые входы, смотровая площадка – это только начало реконструкции музея. На следующем этапе планируют восстановить аутентичные мельницы, чтобы каждый посетитель мог смолоть горсть зерна, выращенного, к слову, тоже здесь, на территории музея.